МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Пятница на календаре. Мы приветствуем вас с хорошим настроением и бодростью. Духа очаровательная Маша Максимлюк. Мне сравнены всегда на позитиве. Дмитрий Шиш, наша дружная творческая команда, готовы будить вас этим утром. Поздравляем всех с днем осеннего равноденствия. В этот день рекомендуется избавиться от негатива и поблагодарить мир за то, что имеете. Завершить текущие дела и выстроить планы. Собрать близких и родственников за щедрым столом. Чем больше блюд, тем больше блага в жизни будет. И еще угостить яблоками знакомых, чтобы сопровождала удача. Сегодня еще очень многие люди в разных странах отмечают день без автомобиля. Представляете, если бы у нас все автолюбители присоединились к данной акции. Вот был бы праздник. Начнем с того, что ты сам вряд ли присоединишься. Но праздник действительно был бы. Хотя, ты знаешь, есть повод, наверное. День без автомобиля. Да, действительно, отменили бы все дела. Взяли детей, пошли гулять с ними, наслаждаться осенней природой. Что ж, будем надеяться, когда-нибудь сделают 22 сентября выходным днем. Тогда и погуляем пешком. Хотя, если вы сегодня решили провести такой особенный день без автомобиля, то приветствуем, завидуем, поддерживаем. А пока наших граждан больше волнует вопрос, куда поставить машину. Парковки не хватает ни возле массовых объектов, ни во дворах домов. Хорошо, если застройщик оставил площади побольше. В жилом комплексе Алья, который строит компания Кейс Эвен Групп, дворы просторные и свободные. Продуманное место и для гуляний малышей, и стариков, и парковки, и зеленые зоны. Со временем дома в жилом комплексе Алья станут маленьким уютным городком в новом микрорайоне Баттес-2. Купить квартиру в Кейс Эвен Групп значит воспользоваться одной из удобных форм оплаты. Можно оплатить 50% от полной суммы сейчас, остальное к концу года. Или взять ипотеку от отбасы банка. Или обратиться в банк-центр кредит, где недавно открылся новый ипотечный центр. Узнать все более подробно можно на странице Кейс Эвен Групп Ак Тюбе в Инстаграме. Там есть и планировки, и цены, и предложения от застройщика. А можно приехать и обо всем расспросить менеджеров отдела продаж. Офис Кейс Эвен Групп расположен по улице в Газизы Жубановой 13 и в здании Народной канцелярии по ссылке Байбатыра. Звоните по номеру 8-747-207-0404. Кейс Эвен Групп. Мы строим будущее. Продолжаем новое утро. Если вы подписаны на нашу страницу утра, нижнее подчеркивание, Рика, то наверняка с удовольствием посмотрели на фотографии участников конкурса «Мой урожай». Кто-то вырастил на своем участке огромную свеклу и морковь, а кто-то собирал корзинами яблоки и ягоды. Настоящее удовольствие видеть плоды своих трубдов. Нам приятно смотреть на ваши фото. Во вторник разыграем призы от партнеров и узнаем имена счастливчиков, которые выберут метод случайных чисел. А в среду сообщим об этом вам, дорогие телезрители. Если вы не увидите розыгрыш в Инстаграме, смотрите нашу программу в любое время на сайте rikotv.kz или на записи на Ютьюбе. А что посмотреть в кино, расскажем прямо сейчас в нашей рубрике «Кинолента». На расписание на выходные в кинотеатре «Локомотив» вам подскажет по телефону 21 50 37 или в афише, которая обновляется ежедневно на странице lokomotiv.oktube. Далее в нашем эфире рубрика «Кинолента». Меж высоких гор и синих морей сокрыт прекрасный мир тысячи островов. Его обитатели, магические животные разных видов, жили мирно и процветали. Но однажды на островах появился могущественный темный монстр. Он начал порабощать зверей, никто не смог ему противостоять. И лишь один молодой маг решился бросить ему вызов. Китайский полнометражный мультфильм «Монстр и маги синих морей», хорошо принятый зрителями в прошлом году на родине создателей, дошел до наших экранов. В мире тысячи островов, населенном волшебными животными, появился опасный темный монстр. Лишь один молодой маг решился бросить ему вызов, но чуть не погубил весь мир и был изгнан из родных мест. Сдаваться он не собирается. Теперь ему предстоит преодолеть недоверие других волшебников, обрести силы и снова сразиться со злом. С логаном фильма выбрано доброе напутствие. Когда весь мир в тебя не верит, поверь в себя, найди друзей и спаси этот мир. Маги синих морей. С возвращением, милая. Читать научился? Что это? Засекречено. Я с тобой. О, прости. Ты не приглашен. А-а-а. Эй, чё тебе надо? Есть проблема, мне нужна помощь. «Неудержимые» – медиафраншиза, основанная на одноименной серии американских боевиков, созданных компанией «Миллениум Медиа». Серия состоит из четырех фильмов – «Неудержимые», «Неудержимые 2», «3» и «4». В этих фильмах блистали Брюс Уиллис и Арнольд Шварценеггер, Дольф Лунгрен и Сильвестр Сталлоне. При таких звездах «Неудержимые» заведомо были обречены на успех. Сюжет очередного фильма традиционен для боевиков. «Неудержимые» несут потери. Барни Рос выбывает из строя, а Ли Крисмос остранен от будущих операций. В команду набирают новых бойцов и отправляют возмещать ущерб. Но и они терпят поражение и попадают в плен. Теперь Ли Крисмос должен в одиночку пробраться в логово противника и освободить команду, попутно предотвратив глобальную катастрофу. Только так можно спасти мир и восстановить репутацию «Неудержимых». Главный герой комедийного фильма «Аки Геопараржол» – молодой житель маленького аула Дзидар, у которого год назад умер отец. Его отец Кэрбек Ага был добрым и уважаемым человеком, который всем во всем помогал. Перед смертью старик сказал, чтобы его сердце пересадили больному человеку, который нуждается в нем. Теперь отец снится Дзидару каждую ночь. Покойный просит о помощи. Дзидар узнает, кому досталось сердце отца и вместе с братом сестры и Женгешкой летит в столицу к новому владельцу. Оказывается, что сердце получил криминальный авторитет Андрей, погубивший сотни, а может быть и тысячи людей. Вот только после операции бывалый бандит стал меняться, приобретая черты характера Кэрбек Ага. Эти бандиты хотят убить Андрея, который надумал завязать с криминалом. Доброе утро! Пятница, не за горами выходные. Друзья, спасибо, что новый день встречаете вместе с нами в одной компании. Сделать закупки на неделю стала традицией во многих семьях. И если есть автомобиль, можно приехать в гипермаркет Анвар, где есть практически все необходимое. И продукты, и товары для кухни, и канцелярия для школьников, и многое другое. На этой неделе можно купить баклажаны по 189 тенге, стиральный порошок Ириэль 3 килограмма за 2978 тенге, а также корм для котят Феликс на 22% дешевле 134 тенге за упаковку. Торговые сети Анвар 30 лет. Эту осень мы встречаем вместе с любимым маги. На этой неделе скидка 35% на бульон маги по-домашнему 70 грамм. Всего за 148 тенге. День рождения наш. А скидки для вас. Подарки для всей семьи оригинальные и качественные в огромном выборе в магазине Туркэви. Актьюбинцы давно оценили продукцию ведущих турецких компаний, которая представлена в Туркэви. Текстиль, посуда, мебель. Выбрать самое красивое, нужное и неповторимое помогут продавцы-консультанты. Адрес магазина Туркэви, проспект Санкибай-Батыра, 24 Т. Здание бывшего центра занятости. Телефоны для справок. Плюс 7, 778, 505, 0676, а также плюс 7, 775, 332, 3407. Чем украсить квартиру осенью, чтобы никакая хандра не одолевала? А, кстати, практикуешь такое или нет? Ну, что там, тыква, кабачки разложить. Ведь осень дарит нам столько красок и теплые дни еще радует. Смотрим, что советуют стилисты. Пусть в доме всегда будет ярко и тепло. Осень – один из самых чудесных подходящих сезонов для декора. Ведь осень сама предоставляет нам все необходимое. Яркие цвета опавших листьев, всевозможные созревшие плоды и последние цветущие растения. Любые яблоки, обычные или миниатюрные, подойдут для декора. Из них можно составлять осенние композиции и комбинировать их с другими сезонными фруктами. Например, отлично будут смотреться в осенней композиции спелые груши и гранаты. В вопросе декора ограничений нет. Для украшений подойдут любые осенние фрукты, которые вам нравятся. Прогуливаясь осенним лесом или парком, следует внимательно смотреть под ноги, так как именно там самые внимательные могут найти основу для своих поделок. Например, из шишек можно сделать оригинальное кольцо для салфеток. Желудям и орехам найдется место на праздничном столе. Ими можно украсить салфетку, поместить в стеклянную вазу или просто разложить на скатерти в произвольном порядке. Благодаря интересному свойству, а именно сохраняться несколько месяцев без воды, декоративный физалис прекрасно подходит для украшения дома осенью. Декоративный физалис в интерьере – прекрасное напоминание о теплых летних днях. Плоды физалиса с позолоченными лепестками станут отличным украшением и подарком, сделанным своими руками. Красная черноплодная рябина – прекрасный материал для осеннего декора. Этими ягодами можно украсить венок на двери, сделать небольшие веночки для декора подсвечников или добавить несколько веток в осенний букет, которым позже следует украсить обеденный стол или зону у камина. Несколько колосков пшеницы или других злаковых, собранные в букет, станут настоящим украшением праздничного стола. Такой вариант декора интерьера символизирует хороший урожай и издавна применялся для украшения дома. Тыквами украшают столы и лестницы, включают в интерьерные ансамбли и флористические композиции. Декорируют венки, подсвечники и люстры. Ее можно разрисовывать или вырезать на ней узоры. Без тыквы тяжело представить любую осеннюю композицию. В осенний период початки кукурузы высушивают и используют для украшения интерьера. Это может служить украшением на двери или венок в доме. Предварительно кукурузу можно разукрасить различными цветами. Как бы ни была прекрасна осень, а зима уже неподалеку. И нужно проверить готовность автомобиля к холодному сезону. Приезжайте в Нордглаз Актюбе, чтобы купить необходимые детали. И не забывайте, что Нордглаз это самый крупный склад автостекла в Актюбе. Подписывайтесь на страницу автостекло Нордглаз Актюбе, чтобы узнавать все новости и подробности. Вас ждут по адресу проспект 312-й стрелковой дивизии 24А или ярмарка Автолад. Вход номер 3. Второй этаж, бутик 408. Возможно, оплата Каспи Рэд, что очень удобно. А телефон для справок запоминайте или записывайте. Плюс 7701-724-0026. Выбирайте лучших. Сегодня, напомним, семирный день без автомобиля. Так что, если ваша машина в ремонте или ехать никуда не планируете, то значит, вы присоединились к этой важной экологической акции. Об этом и о других памятных событиях 22 сентября расскажет наша рубрика «Календарь». Всемирный день без автомобиля ежегодно отмечается 22 сентября во многих странах. Этот праздник проводится с целью пропаганды использования общественного транспорта, а также пешего и велосипедного способов передвижения. Девиз дня – город – это пространство для жизни людей. Впервые день без автомобиля был проведен в 1973 году в Швейцарии, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на 4 дня. В 1997 году первую общенациональную акцию провела Великобритания. Еще через год – Франция. Тогда этот день отметили всего около двух десятков городов. Зато уже к 2001 году к движению официально присоединились более тысячи городов в 35 странах мира. В настоящее время, по приблизительным оценкам, в этой акции каждый год участвуют более 100 миллионов человек в полутора тысячах городов мира. Большое количество машин в городе – давно уже глобальная проблема, ради решения которой жителям приходится отказаться от автомобилей в пользу пешей ходьбы или велосипедов. Автотранспорт разрушает не только биосферу планеты, но и самого человека. В то же время темпы производства автомобилей продолжают расти с каждым года, автомобиль давно уже стал одним из самых рекламируемых товаров. 22 сентября отмечают Всемирный день слонов. Он был установлен по инициативе экологов и неравнодушных людей, обеспокоенных сокращением численности самых крупных сухопутных млекопитающих на планете. Широкого распространения эта инициатива не получила, но эпизодически в различных странах мира в этот день организуют всевозможные мероприятия с целью привлечь внимание мировой общественности к проблеме уменьшения популяции слонов. Носорогам также достался особый день, когда людей призывают обратить внимание на вымирание такого редкого животного. Биологическое разнообразие видов на планете Земля продолжает сокращаться, причем касается это в том числе и животных, названия которых известны нам с детства. В конце 20 века носороги оказались просто под угрозой исчезновения. И по предложению экологов 22 сентября был объявлен Всемирный день носорога, как напоминание о хрупкости природы и необходимости борьбы с браконьерами, которые уничтожают редких животных из-за дороговизны их рогов. В Болгарии 22 сентября празднуют День независимости. В этот день отмечается годовщина провозглашения суверенного болгарского царства в 1908 году. До этого времени болгарское княжество формально являлось вассалом Османской империи и во всех внешнеполитических актах просило одобрения турецкого султана. 22 сентября 1908 года болгарский князь Фердинанд зачитал в городе Великотырного «Манифест о независимости Болгарии». С этого момента страна поменяла форму княжества на царство. Вскоре Османская Турция и все остальные страны официально признали царство Болгарию. Правда, через пять лет начались Балканские войны, а за ними и Первая мировая война, которая стала для Болгарии национальной катастрофой. В новейшей истории праздник независимости страны стали отмечать с 1998 года. С середины 90-х годов ежегодно 22 сентября в США отмечается День американских деловых женщин с целью подчеркнуть значимость женского труда и несомненный вклад женщин в создание образа современной Америки как экономически устойчивого и благополучного государства. Инициатором создания этого праздника стала Организация деловых американок, пришедшая к выводу, что вклад ее участниц в развитие экономики и благосостояние страны до сих пор не учтен. С целью исправить данную несправедливость было решено учредить День бизнес-вумен. В качестве даты этого праздника было выбрано 22 сентября, в связи с тем, что в этот день в 1949 году в Канзасе впервые учредили Ассоциацию американских женщин, занятых в бизнесе. А еще 22 сентября отмечают День хоббита. Это день рождения хоббитов Бильбо и Фродо Бэггинсов, знаменитых персонажей книг Джона Рональда Руэлла Толкиена. Праздник, конечно же, является неофициальным, но это не мешает ему быть любимым у почитателей работ Толкина толкинистов. Дату рождения Бильбо и Фродо автор сам указал в своих книгах. Примечательно, что на день раньше, 21 сентября 1937 года, вышла повесть Джона Толкина «Хоббит или туда и обратно», ставшая прологом к эпопее о кольце всевластия. Отмечать День хоббита стали с 1978 года. Инициатором выступило американское сообщество толкинистов. Традиции празднования во многим похожи на описанное в саге «Властелин колец» празднование дня рождения самого Бильбо Бэггинса. Большая вечеринка, много вкусной еды, танцы, музыка и, конечно, фейерверки. При этом празднующие, подражая хоббитам, приходят на вечеринку босиком. Продолжаем пятничное новое утро на Рика ТВ. Одежда, украшения для интерьера, игрушки и многое другое можно купить, не разъезжая по всему городу. В одном месте в магазине «Бельмондо». Акция, безусловно, привлекательная для покупателей. Ликвидация товара. Все по 3500 сеньгер. Приходите и выбирайте в магазин «Бельмондо». Действует Касперет. Адрес улица Моресева, 99, дом быта, второй этаж, 204 бутик. Магазин работает с 9 утра до 8 вечера. Всем привет! Магазин «Бельмондо» в честь осенних праздников решил устроить розыгрыш и разыграть аж целых три подарка. Первое место «Осенние ботиночки». Моделька идет на ваш выбор. За второе место мы дарим кардиган. Он у нас имеется в наличии в нескольких расцветках. И любую вам понравишься, вы можете выбрать себе. Третье место у нас идет сумочка. Также у нас имеется в наличии разные расцветки. И одна любая на ваш выбор. Условия участия в нашем розыгрыше очень простые. Сделайте в нашем магазине покупку от 7000 сеньгер. И вы автоматически будете участником нашего розыгрыша. Ваш чек вы оставляете у нас на кассе в лототроне. Также обязательное условие – это конкурсный пост. Отметить у себя в истории. Поставить лайк и отметить двух друзей в комментариях. Розыгрыш состоится 1 октября в прямом эфире. Мы будем вытаскивать рандомно какой-либо чек. И всем желаем удачи! Редактор субтитров А.Семкин Доброе утро! Сегодня пятница. Неделя завершается. На календаре уже 22 сентября. Безопасность детей актуальна всегда. Но с началом учебного года некоторые проблемы выходят на первый план и становятся предметом обсуждения среди родителей, учителей и полицейских. Недавно они встречались на Большом родительском собрании. О чем говорили, узнаем в нашей студии. Сегодня старший инспектор ювенальной полиции УПЭ города Актября Алмаз Жумабаев. Доброе утро, Алмаз. Доброе утро. Ну, во-первых, спасибо, что пришли к нам в студию. Сегодня недавно полиция провела встречу с родителями школьников. Это было специальное собрание? Да, в действительности. Это с началом учебного года. Во всех учебных заведениях проводятся, так сказать, собрания с родителями и с учениками именно, чтобы внести какую-то информативную информацию, вне донести до учащихся, до родителей. Так сказать, именно наши сотрудники полиции проводили на тему грабежей, вымогательства, мошенничества. Такие темы затрагивали. Именно наркобизнес. Кто такой курьер именно. Ну, и доводили по административным правонарушениям тоже. Вот угроз для детей немало. Одна из них – это дороги, да? В чем причина ДТП с участием детей? Если говорить про ДТП, то там именно малограмотность. Опять-таки же на таких собраниях, как в школьных собраниях, доводится сейчас. Именно для этого проводится собрание. Если говорить про ДТП, то с начала года у нас 54 ДТП было, в которых пострадало 63 ученика пострадали, и один погиб. Это с начала года. То есть надо с наступлением зимы, сейчас допустим, надо светоотражающей лентой, потому что раньше темнеет, они раньше возвращаются. Родителям, наверное, надо будет предусмотреть такие моменты. То есть на одежде, да? Да. Надо на одежде, на рюкзаках предусмотреть такие вещи. Многие же не соблюдают правила, когда велосипедные, опять же, дорожки. С велосипедистами как дела обстоят у нас? С велосипедистами? Ну, велосипедистов мы советуем лично ездить по тротуару, не по дороге. Если же вы в районе дороги ездите, то именно должны быть че-то каска, да? То есть, соответственно, наколенники, на локте, который одевается. Что уж там говорить, когда пешеходный переход, переезжают просто на велосипеде, А еще в наушниках идут. Я когда в октябре, я чувствую, что один я без дела, остальные все по телефону общаются, идут, понимаешь, пока по пешеходному переходу минут 15, наверное, переходят. Это образно, я говорю. Подростки не всегда справляются с трудностями, решают проблемы сами. А не отсюда ли суициды, которые в последнее время стали частыми явлением? Да, в действительности есть такая больная тема, что есть подростки, которые совершают суициды, то есть попытки суицидов. С начала года зарегистрировано 11 попыток суицида, из них 3 летальные. Если говорить про это, то я думаю, что родители не вникают в сами проблемы детей, то есть не узнают, какие у них дела, чем занимается ребенок, кто его друг, с кем он общается во время учебного процесса, не узнают родителей, друга, где живут. То есть даже если элементарно брать, то есть ребенок сначала уходит из дома, а потом уже мы ищем его. А кто бы мог помочь вот в таких ситуациях, подросткам, детям? Если говорить про это, то, наверное, надо обращаться к психологу, человеку, который близко общается, например, даже через друзей влиять, те же те же самые окружения. Да, может быть, это тренеры в секции спортивной, которые часто становятся примером, особенно для мальчика. Классный руководитель, либо учитель по любимому предмету. То есть уже родителям нельзя игнорировать эти моменты? Да, есть сигналы, соответственно, надо на них реагировать. Изменение поведения ребенка, вспышки какие-то. Да, агрессия какая-то. Если ребенок к вам не открывается лично, то надо действовать через окружение, я думаю. Вот рейды, которые вы проводите по ночам, помогают? Помогают. Меньше драк? Да, меньше драк. У нас каждый раз, каждый день, грубо говоря, на постоянной основе проводятся рейды. К нам часто помогают волонтеры наши именно. Вот как раз-таки это молодежные организации, да, они буквально недавно были у нас в гостях, которые также с вами выезжают на рейды. Как они вам помогают, эти молодежные организации и волонтеры? Смотрите, если можно сказать, что недавно прошло именно у нас собрание, именно с волонтерами. То есть они не только выходят на рейды, то проводят лекции вместе с нами, совместно. Даже помогают доставлять несовершеннолетних, которые гуляют в вечернее время. А какой это возраст? Вот самый такой опасный, скажем. Ну, с 15 до 17 лет, наверное. Бывало такое, что вы накладывали штраф на родителей? Да. Ну, в основном это за нахождение несовершеннолетних в уиселительных заведениях. Это часто встречаемое. То есть ребенок находится в уиселительном заведении после 22.00. Соответственно, на него накладывается штраф на родителя и на само заведение накладывается штраф. То есть допустим, или нахождение несовершеннолетнего в уиселительном заведении. Это компьютерные клубы, PlayStation-клубы, бары, караоке. Я уже подумала, клубы ночные. А в клубах ночных бывали случаи? Бывали, бывали, когда на подработках. Бывают официантами, работают те же самые подростки. Говорят, что 18, мы приходим, проверяем. Как часто вот вы эти рейды проводите? На постоянной основе, то есть каждую... Один раз в неделю, два раза в неделю? Нет. Пятница, суббота, воскресенье. А, то есть стабильно, да. Выходят на отработки. То есть привлекаем волонтеров, организации образования, всех заинтересованные органы. А много проблемной молодежи? Вот те ребята, которые на регулярной основе попадаются вам, ребята, которые, может быть, стоят на учет, вы их ставите на учет, тоже бывают моменты? Например, сама процедура, если несовершеннолетний совершил два и более правонарушения административного, то он, соответственно, ставится на учет. То есть один раз ночью словился, один раз в усилительном заведении, либо за курение. Нахулиганил. Нахулиганил, да. Стекло разбил. Потом какой-то тотальный контроль за этим ребенком? Да. Соответственно, становится на учет, именно в группу ювенальной полиции. То есть не реже одного месяца, раз посещение домой, приходит нам, пишет объяснитель, чем занимался, какие есть положительные результаты, какие отрицательные. Если в течение трех месяцев у него ситуация не поменялась никак в лучшую сторону, дальше материал направляется на комиссию КЗПН по защите прав несовершеннолетних. То есть уже рассматривается дальше поведение в Акимате. При Акимате это комиссия. Такие есть? Да, да, есть, действительно, такие случаи есть. Уже мы, это уже давно в практике, при Акимате, то есть комиссионы уже принимают решение, что делать, ну, если совсем ребенок трудный, совершает уголовные правонарушения, кражи, хулиганства, грабежи, систематически, то есть дальше, далее направление спецшколы. Сейчас в соседней России очень модное направление среди подростков – это закладки. А у нас как дела в городе с этим обстоят? То есть это наркота? Да. Если не ошибаюсь, уже был зарегистрирован один. Были, да? Да. Ну, то есть оконченное дело уже вроде, если не ошибаюсь, мы 10 лет дали. Сколько лет? Довольно-таки большой срок. Ребенку. 16. 16 лет? 16. 10 лет, получается? Легких денег захотелось. Просто. Нет комментариев. А какая помощь общественности вам требуется? И я не думаю, что большая помощь нужна. То есть если есть информация, обращайтесь, мы отработаем, принимаем соответственные меры. Это всегда, мы рады этому. То есть мы рады будем отработать именно с народом. Если от вас поступит информация, то вы можете всегда позвонить на 102, обратиться к нам, мы уже дальше проверим по своей линии. В работе вам помогают как-то социальные сети? Именно социальные сети. Мониторинговые группы есть. То есть рабочие группы есть. Создаются именно с волонтерами. К ним поводят поступать. То есть на ЗЭЛы даже, от ЗЭЛы поиск информации много приходит тоже. Вот там семью, там семья. Такие информации надо проверить, отработать. Мы уже по соответствующим направлениям инспекторов проверяют уже до действительности. Пьет, не пьет мать. Там бывают такие случаи, когда именно пьет мать. Лишают родительских прав? Да, обязательно лишают родительских прав. Ну, не с первого раза, конечно. Если систематически не работает, распивает спиртные набитки, дома притон, не убрано, за ребенком не смотрит, грязный пошел. Соответственно, характеристика в школу, соответственно, школу собирается. Приходит на родительское собрание, не приходит, посещает, не посещает. Мы благодарим вас за уделенное время в нашей студии. Надеемся, у вас будет поменьше работы, негативной, по крайней мере. Здоровья вам и вашему коллективу. Спасибо большое, что этим утром нашли время и пришли к нам в студию, поделились такой полезной информацией. Спасибо. Иван, спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Продолжаем новое утро. Всем хорошей пятницы. Отношения людей никогда не бывают простыми. Разный вкус, разные убеждения. При этом каждый из нас стремится сохранить свою индивидуальность и добиться признания хоть в узком кругу. Как совместить все это с культурой общения и коммуникациями? Поговорим с Айнур Кугай, блогером и общественным деятелем нашего города. Айнурочка, доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что этим утром вместе с нами. Спасибо, что пригласили. Как настроить с утра? Отлично. В последнее время часто мелькает выражение культуры отменные. На Западе это касается абьюзеров и бытовых хулиганов. А у нас как это понимают? Ты следишь за соцсетями, общаешься со многими людьми не только язык тебе. Мне кажется, мы как казахское общество самих себя отменять еще не готовы. Даже если это абьюзеры, хулиганы и нарушители закона. Но с радостью, как последние новости показали, готовы отменять иностранцев, артистов, которые, так скажем, не совпали с нами в каких-то определенных ценностях. Я сейчас говорю про отмену концерта Камызяк. Буквально, да, вот пару дней назад вышла новость о том, что концерт все-таки отменили. И я рада, на самом деле, что... Отменили? Да. Что мы как общество смогли какую-то свою точку зрения отстоять. А вот скажи, почему многие были довольны и многие были недовольны отменой концерта? Вот твое личное мнение. Ну, я думаю, мы на самом деле все-таки... Казаматому Сугалиеву это же все-таки не полностью к команде Камызяков, да, относится. Это больше относилось к Казаматому Сугалиеву, которого мы долгое время считали своим, хотя мы понимаем прекрасно, что это гражданин соседней страны, он никогда казахстанцем не был, и он всегда подчеркивал, что он россиянин. И, наверное, мы как-то немного расстроились, ожидая от него позиции, совпадающие с нами, что он тоже против войны, а тут он даже съездил и поддержал, поэтому здесь мы отменили запросто его. Я не говорю, что это навсегда, возможно, там жизнь наладится, будет мир, и он еще приедет в Казахстан не с одним концертом, но мне очень радостно от того, что мы в целом понимаем, что мы можем управлять тем, что выбирать, кого слушать, на чьи концерты ходить. И если нам реально противоречат с нашей политикой страны и как граждане, если с нашими какими-то установками, наверное, не совпадают мнения артиста, то мы можем отменить, мы можем отменить премьеру фильма, мы можем отменить артиста и даже целую команду. Всегда заслуживают блогеры, скажем, звезды, такого троллинга, скажем, каждый имеет право на свое мнение. Ну, и ведь и здесь живущие в Казахстане люди, не все, скажем, одного мнения. Ну, это нормально, что мы все не одного мнения, но, мне кажется, прошлогодняя наша позиция, она была четко ясна, и в основном большинство казахстанцев были против войны, и, соответственно, здесь мы немного расстроились, что Азамат высказал другую точку зрения. Другой вопрос, что мы не хотим отменять своих хулиганов, так скажем, да, то есть у нас тоже есть очень много публичных лиц, которые позволяют себе, не знаю, какую-то недобросовестную, может быть, рекламу размещать, или те же нарушения закона. Вот можно добавить подробнее? Мы не первый день знакомы, да, не год даже, а по рекламе. Например, рекламу чего? Ну, вот твое мнение, как общественного человека. Я очень сильно осуждаю, и для меня, я точно отменяю для себя человека, если он рекламирует букмекерские конторы, вот, если он рекламирует финансовые пирамиды, если человек в целом сделал несколько ошибок, повторяющихся, где он нечестно, незаконно поступил с людьми, я всегда в этом плане жестко выхожу с осуждением, призываю не работать больше с таким человеком. Прям вот агрессивно призываешь? Конечно, да. Почему нет? Ну, а если... Потому что за любое действие должна быть ответственность. Шанса измениться у человека нет? Я не даю. То есть продажный все. Ну, пропаганда, букмекер... Я, конечно, тоже... Почему-то я сейчас понимаю, к вам речь и... Давайте так, один раз, когда было мероприятие, меня даже не спросили, чтобы я надел футболку, на которой был бренд указан, да? Я не буду говорить, какой. Ну, который ты в обычной жизни не поддерживаешь. Да, вообще никак. Хорошо, у меня есть наклейки своей компании, я его заклеил, за что мне подошел маркетолог приезжий и сказал, пожалуйста, уберите, либо мы вас сейчас снимаем с мероприятия, как с ведущего. Мероприятие было массовое, честно вам скажу. Но я это сделал, я заклеил, но потом мне пришлось отклеить. Я единственное сказал, что у меня здесь... Говорить со сцены я этот бренд не буду. Но футболку меня заставили одеть. Вот такие моменты. Это правильно, потому что, смотри, ты все-таки общественный... Я первый раз в ситуации был. Ты публичный человек, на тебя смотрят очень много детей, помимо взрослых, у которых хорошо, допустим, что у них есть критическое мышление, на тебя смотрят очень много детей, ты руководишь какими-то детскими организациями, часто с ними коммуницируешь, и твоя точка зрения или твоя поддержка кого-либо, она очень сильно отражается на детях. То есть в их формировании какой-то идеи о жизни вообще, они такие так, ну, если Дмитрий и Шиш поддерживают вот там ту или иную букмекерскую контору, значит, это норма, значит, как-то можно доверять, потому что доверяют тебе как публичному человеку. Поэтому, мне кажется, любой человек вообще, когда он идет в публичность, выступать перед публикой, общественными какими-то делами заниматься, он должен отвечать за свои действия, за то, что он говорит. Мне здесь нравится все-таки практика последнего, вот пару лет, наверное, только когда казахстанцы, и в целом даже актюбинцы, начали, в целом, может быть, никто и не знает, что это называется таким термином, культура отмены, да, но начинают отменять, действительно, перестают там посещать концерты, мероприятия, покупать у человека, который так или иначе где-то себя не очень хорошо показал. и другой вопрос, что мы слишком медленно в этом направлении двигаемся, потому что у нас есть, там, не знаю, там, никто не отменяет чиновников, дети которых нарушили законы, мы знаем очень много таких историй, у нас есть очень много представителей шоу-бизнеса, которые, ну, очень, так скажем, по-свински себя показали, где-то повели, и при этом люди продолжают ходить на их концерты, слушать их музыку, звать на той. Звать на той, платить им деньги. Почему здесь некотереджение? Нет критического мышления, какая-то, какая-то, наверное, безусловная любовь к тому, что он артист, и мы должны, наш человек, мы не можем его отменить. Но здесь, опять же, здесь же должны быть все-таки у человека у самого какие-то очень четкие принципы, очень какая-то четкая позиция по поводу тех или иных вопросов. То есть я бы не очень хотела идти на концерт человека, который там периодически попадает в тюрьму, непонятно зачем. То есть у нас, ну вы понимаете, да, о ком идет речь? Да, да, да. Я бы не хотела голосовать, например, за депутата, дети которых на улице устраивают бесконечно драки, то есть он сейчас вроде как сенатор или мажористмен, ну что-то такое, то есть постоянно. И там никто не несет ответственности, никто не выходит и не говорит, я понимаю ответственность, я там допустил ошибки воспитания, извиняюсь, приношу свои извинения перед народом, который меня избрал за то, что мои дети вот так вот себя ведут. Поэтому культура отмены, она должна быть, мне кажется, мы должны более тщательно друг к другу присматриваться. Важно ли публичным людям учитывать общее мнение большинства, например, менталитет, либо еще что-то? Ну, смотря с какой целью. Есть ведь сейчас к общественности, к популярности люди стремятся в большинстве за денег. То есть я иду осознанно в какое-то медиаполе, инфополе для того, чтобы о себе заявить, чтобы потом что-то вам продать. А вот ты себя считаешь таким человеком? У меня в этом плане, да, я хочу зарабатывать деньги, но я бы хороший маркетолог, я бы хотела все-таки делать это честно. То есть мне... Но чтобы это делать честно, это стоит недешево, правильно? Да. Чтобы получить какие-то знания. Ну, то есть я сомневаюсь, что я буду эпатировать каким-то скандалом. хайповать, как-то себя показывать, скандалить прилюдно, публично, чтобы потом на этом заработать еще больше денег. Тут вопрос был какой? Нужно ли учитывать мнение общества, традиции, менталитет? Я учитываю. То есть я понимаю, что есть какая-то уместность, есть мое воспитание казахское, которое мне дали родители, оно мне не позволяет там как-то себя, может быть, где-то я себя ограничиваю, потому что я понимаю, что, ну, это йотнерси. Ну, в таких, в общественных как бы правилах, то есть общество принято определенные правила, мы должны их соблюдать. если мне, моя задача все-таки, моя задача сделать, ну, как бы, то общество, в котором я живу, чуть-чуть лучше, поэтому, наверное, я не стану этим рисковать. Айнур, зачем ты тратишь свои ресурсы внутренние? Да, сейчас скажу, если я преследую денежные цели, то есть если я хочу на этом заработать, во что бы то ни стало, очень много денег, то мне абсолютно плевать будет на традиции, на то, что у вас что-то болит, что-то вам не нравится, что-то вас не устраивает, или как общество у вас есть какие-то там проблемы, я буду затрагивать их, и мне прям будет, ну, все равно, если мне нужно заработать денег, я пойду по головам, и в том числе позову вас там в финансовую пирамиду, или еще куда похоже-то. То есть здесь есть два варианта. Тут зависит от цели, если, ну, опять же, цель и воспитание, наверное. А вот зачастую кому-то не нравится, например, ну, элементарно, внешний вид артиста. Или нравится, да, Мань? Да. И таким образом люди касают вызов, да? Ну, когда, да, скажем, блогеры, московские мужчины, не мужчины, а парень одевает каблуки, юбку, и летящей походкой просто по Арбату. Ну, у нас тоже ведь есть такие. Выражение лица и Нуры Когаси сейчас было заметно. Я просто не могу вспомнить, кто у нас такой эпатажный в Казахстане. Да нет у нас таких эпатажных. Есть, есть, да? Есть, да? Есть, да? Есть, но я не могу сказать прямо сейчас, кто, но у нас есть тоже, кто выбивается из общей тусовки, возможно, привлекает особо внимание, они есть. Я думаю, если человек, в принципе, в каком-то творческой какой-то сфере задействован, то есть, если он артист, если он актер, если он выступает на сцене, то это же нормальная история, что он выходит с ярким костюмом, с макияжем. Я уже не того возраста золотая моя. Мне кажется, это было бы... У меня есть хорошие предшественники, которые эпатируют в больших проектах реалити, в России в той же самой. Ну, смотрите, есть у нас, например, история про Нэнти Ванда, группу, которую очень сильно канцелили, не принимали, отменяли концерты, выходили на митинги, угрожали и так далее. То есть, эту историю можно прочитать, посмотреть. Вы можете увидеть, сейчас ребята очень классно выглядят и несмотря на то, что у них до сих пор яркие прически и очень интересные, смелые образы, ребята дико популярны. Молодежь и вот, в смысле, в моем поколении мы слушаем, ходим на концерты, готовы покупать билеты в фан-зон, неважно, неважно, сколько они стоят. Потому что это артист, его работа, быть ярким, мне кажется, это не про эпатаж, это про то, что он просто делает свою работу. Но не всегда народ воспринимает этого артиста всерьез. Это проблема народа. Да, это проблема народа. Но вы помните, да, девочки, когда одна из струи блогеров продавала какие-то нити там за нереальные деньги? Как раз, да, по-моему, да. Вам-то мне об этом рассказывают. Ну, это вот как раз таки, когда ты не особо принципиален и пользуешься людской, наверное, где-то наивностью, глупостью, низкой образованностью, но тебе все равно, ты готова делать деньги, потому что Мальдивы дорог стоят. Класс! Как тогда создавать свой уникальный образ? Гренд, чтобы не нарваться на гнев толпы хейтеров и так далее? Никак. Вообще? Нет, вообще никак, потому что если вы выбираете путь публичного человека, выходите в инфополе с каким-то мнением, имеете смелость его озвучивать, отстаивать какую-то точку зрения, сто процентов кто-то из толпы не разделит с вами эту точку зрения и будет что-то говорить. И это касается и артистов, и певцов, я не знаю, то есть не понравится, как вот мы уже сказали, какой-то образ не понравится, если это блогер, не понравится, что он транслирует, не знаю, там какую-то успешную жизнь или наоборот. А сама ты часто сталкиваешься с хейтерами и как реагируешь вообще на хейт? Очень редко сталкиваюсь. Редко? Да, очень редко. Мне нравится, наверное, мне нравится вот этот образ, который я создала. Честно признаюсь, я не специально, но люди меня побаиваются. Почему? Как ты считаешь? Просто потому, что есть, наверное, смелость высказаться, защитить себя, свои границы. И здесь, ну, очень редко бывает это такое, конечно, и я где-то могу и промолчать, но в целом, вот я, оказывается, за последние 10 лет создала себе такой образ, что люди чуть-чуть меня побаиваются и, соответственно, не высказывают. Даже в политическом уровне, я помню, что после последних выборов ты высказывала свои мнения. Жестко, да. И это было прям конкретно. Ну, извините, по-другому не могу. Но реагируешь, если хейт есть, адекватно на это или не всегда? Я, если это неадекватный хейт, просто хейт ради хейта, могу просто заблокировать. Я не обязана выслушивать. Не говорят так, вот смотри, тот человек, который получает энную сумму денег за рекламу, вернемся, букмекеров, я не знаю, чего-то того, что народ не должен кушать. Что наносит вред область, вот так скажем. Да. И вот, ну, типа, зачем Айнура высказывать свое мнение, если ей не заплатили эту сумму денег, да, и она просто молчит и теперь кого-то хейтит сама? Нет? Нет. Я спокойно. То есть, если, действительно, я же говорю, если есть у вас какие-то финансовые планы на что-либо, то понятно, что вы будете молчать. вы обязаны молчать, потому что высказывать точку зрения опасно, может быть, у вас, ну, будет потеря в доходах, либо вместе в кресле и так далее. Если же таких планов нет и целей заработать на чем-то денег, то вы свободны в высказывании своих мыслей, поэтому, ну, вот делайте выводы, если вы видите сейчас отмалчивающихся депутатов, которые в феврале бегали и кричали, голосуй за меня, а теперь отмалчиваются, ну, ребята очень боятся за свое кресло, очень боятся высказать отдельную точку зрения от... Я помню, как ты сама старалась и готовилась к программе, разговаривала с людьми, и это не было для тебя зазорно, без лести, то, что мы знакомы за пределами студии. Да, и это вопрос построения, если, скажем, там, какую-то публичность и вообще личный бренд человек хочет развивать, то это не про деньги вопрос, это не про а сферу вопрос, наверное, это вопрос про честность и искренность, в первую очередь, перед собой и перед той аудиторией, куда ты идешь. Вот затронем тему личного бренда, да, и роста в целом. Многие, опять же, депутаты проходили тренинги перед тем, как выдвинуть свою кандидатуру, делали фотосессии, да, за нереальные деньги снимали ролики с крутыми командами и так далее, и тому подобное. Но вот ситуация сложилась так, что были моменты, с которыми многие были не согласны. И что касается личного бренда, недавно на твоей странице в Instagram я прочитал, что это не имеет отношения к возрасту, вашему финансовому положению и так далее. Вот как ты объяснишь эту фразу, которую ты у себя в сторис опубликовала? Ну, потому что личный бренд это все-таки про саму личность. Если мы не видим личности, то есть я, ну вот мы буквально сегодня на обучении обсуждали с девочками Нурлана Сабурова. То есть для нас он потрясающий комик, успешный артист, человек там, продюсер, человек, который успешным стал в соседней стране, но как личность мы ведь его вообще не знаем. И он не ходит на откровенные интервью, где он рассказывает о какой-то своей там позиции, о каких-то принципах, о личной какой-то жизни. То есть мы там человека, личность не видим. И здесь к нему, например, очень мало доверия как к человеку. Но ведь ты тоже очень редко рассказываешь о своей личной жизни, о своих секретах в маркетинге, хотя всю жизнь ты посвятила маркетингу. Ну, это уже просто за деньги. Я сейчас ни в коем случае не троли, ты понимаешь, да? Это да, это я за деньги рассказываю без проблем. А и про личную жизнь думаю... Ну, здесь ведь нет такого, что если вы публичный человек, вы обязаны показывать свою личную жизнь. Вот мой муж, вот мои дети, вот у меня там свекровь, еще что-то. Это не про это. Здесь все-таки про вас история, про тебя конкретно. Что, кто такой Дмитрий Шиш, что для него приемлемо, что точно не приемлемо. Есть у него какие-то принципы жизненные, есть у него какая-то твердая позиция на какую-то тему. Если ее нет, мне неинтересна персона. Не важно, в каком ярком костюме он выступает и как красиво поет. То есть, ну, я все-таки хочу увидеть личность. И мы все такие, мы хотим все-таки увидеть человека самому, потому что нам сам человек интересен. Да, потом его уже творчество, его какие-то подвиги, его какие-то достижения. То есть личный бренд это личность, да? Это про человека всегда, про честного человека. Насколько сейчас это актуальная тема в современном мире? Это суперактуально. Максимально актуально. А не кажется, что есть у некоторых образы, которые не выходят из этих образов? Стоп. Почему ты засмеялся? Сто процентов есть. А я бесплатную консультацию получаю. Да, есть на самом деле, я и сама где-то была, наверное, заложником какого-то созданного образа. И сейчас из него немножко выхожу, позиционирование меняю. И да, это нормальная история, потому что мы не стоим на месте, как человек. Ты растешь, у тебя меняются взгляды, ты развиваешься. То есть, пять лет назад о чем-то я говорила, я сейчас слушаю у себя, и такая, блин, я об этом говорила, как ужасно, как кринжово. Я так считала. А сейчас я там старшая, мудрее, где-то умнее, я так не считаю. И это нормально менять позицию периодически, если ты вырос из этой позиции. Вот, поэтому... Это нормально? Да, конечно. Это нормально, друзья. Айнуш, спасибо большое. Спасибо большое за интервью. Вам спасибо. Я думаю, еще мы тему с тобой обсудим в ближайших выпусках. А вообще надо отдельную программу сделать интервью с Когай, да, или беседа с Когай. Давайте. Ну, это по-человечески, да. Спасибо большое. Хороших выходных тебе, плодотворных. Провести их с семьей, с друзьями, с коллегами. И вам. Друзья, мы прощаемся с вами до понедельника. Оставайтесь с нами. И напомню, что все интервью с нашими гостями проекты вы можете видеть на сайте rikotv.kz и в Ютьюбе. Мы, Маша Максимлюк. Несравненный Дмитрий Шиш и вся наша дружная творческая команда желает вам отличного дня и хорошего настроения. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова